Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас коротенькое видео по поводу того, что разработчики выложили на продажу набор из двух ВКшек, восьмерки и семерки. И я, честно говоря, не совсем понимаю, кому это сейчас будет интересно в процессе новогоднего аукциона третьей волны в частности. За 8500 можно взять себе ВК-4503, это семерка, и ВК-16801П. В набор разработчики положили, ну, соответственно, два слота в ангаре, открытое все оборудование, аватарчик тут как бы на любителям, ровно как и кому флежим. 30 дней према, это уже годно, но все-таки 8500 голды, ну, тут как бы надо каждому считать, кому что. Ну и по Х5, по 15 штук на каждый из этих танков. Кому интересно, кому и не интересно, не знаю, у каждого свой карман, я бы 8500 за две этих машинки не отдавал. По одной простой причине, ну, просто потому что ВК, допустим, 16801П, он себя хорошо зарекомендовал и прикольно показывает себя в режиме гравитация, здесь вопросов нет. Но во всех остальных режимах, в частности, в обычных боях, ребят, это крайне унылая машина. Крайне редко что-то решающее в боях. Медленный и совсем унылый геймплей, ну, по крайней мере, не по мне, здесь уже, если вам нравится, ну, тогда можете себе даже отдельно купить за 5500 данную машину. Как видите, не сильно ее жалуют, 5500 косарей за 8й левел, ну, здесь уже все совсем скромненько, просто есть камуфляжики, открытое все оборудование. Ну, и что касается самой ВК М4503, это 7й левел, и, ребят, против восьмерок он вообще ничего противопоставить нормально не может. Ну, что касается своего левела, ну, еще хоть как-то там может держаться, но тоже особого фана и особого там какого-то нагиба от него ожидать не приходится. Наверное, поэтому и ценник 3500, в целом, я бы сказал, адекватен, как для семерки. Но я себе его не возьму по одной простой причине, потому что есть у нас, ребят, новогодний аукцион, на который сейчас на секунду перепрыгнем и посмотрим, что там сейчас, ребят, происходит. Почему я говорю, что не имеет смысла 8500 за него отдавать, за этот наборчик из двух танков? По одной простой причине, потому что, допустим, за те же самые 8500, но я не знаю, кому как, допустим, тот же самый, там, я не знаю, Ликан за 5500, это все равно лучше будет, чем за 3,5 ВК М4503. Ну, это мое скромное субъективное мнение, тем более машинка, я бы сказал, приятная, интересная, редкая, коллекционная, и она не стандартная, она уникальная. Что касается из того, что действительно там рабочая, вот лучше за 8000, когда обновится цена, взять себе КПЗ-70. Это девятый левел, он все равно будет веселее, чем две техмашинки вместе взятых. Что касается всего остального, ну, тут, конечно, на любителя, все-таки барабан цикличный, не все любят барабаны цикличные, я лично не очень их люблю. Эмиль 1951 будет стоить 8100, допустим. Но машинка все равно в любом случае на восьмом левеле более годная, чем тот же самый 168. Поэтому, ребят, я говорю, что покупать за 8,5 навряд ли будет огромное количество желающих. Если бы там были хотя бы какие-то контейнеры в комплекте, с которых, возможно, еще что-то выпадет, да, ну, тогда, может быть, и стоило бы купить чисто вот себе в коллекцию две тачки, и плюс еще там пощекотать себе нервы, поиграть в рулетку и, возможно, что-нибудь вытянуть себе из конта, из какого-нибудь. А так за 8,5, ну, как бы, вообще не вариант. Что касается ВК-4503, просто для понимания, почему я говорю, что против восьмерок никуда, потому что верхний бронелист, про нижний я вообще молчу, он там, ну, как бы, 100 мм брони, 181, это типа с привиденкой, но бьют сюда, короче, мама, не горюй. Верхний бронелист 180 мм брони, это с учетом привиденки. Да, вот здесь вот в башне еще хоть как-то там 195 можно где-то сдыбать, по-моему, 205, да, вот в какой-то точке даже проскочила, но в целом броня 175. Но зачем вас сюда выцеливать, если вас можно выцеливать, вот, пожалуйста, в кепку 110. Если вдруг, не дай бог, там, даже немножко зазевался, вот так вот завернул башенку в сторону, на тебе, пожалуйста, 175 с учетом привиденки, а 80 без привиденной. Борта, в принципе, даже 90 нет, корма, ребят, ну, в принципе, то же самое. Поэтому я и говорю, что если против семерок, то еще хоть как-то ВК-шка может себя показать, там, хоть в чем-то. Против восьмих левелов, которым она довольно часто попадает, ну, на ней просто, ребят, делать нечего. Поэтому и говорю, что набор, как бы на очень-очень, не знаю, изощренного покупателем, по одной простой причине, потому что, ну, нет сейчас смысла на него тратить голду. Если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях, если вы владеете этими танками, и, в частности, если вам ВК-168, как восьмерка, а я бы сказал, что в этом наборе все-таки все целятся на восьмерку, а не на семерку. Семерка это типа вдобавок идет, как правило. Поэтому, ребят, если у вас есть ВК-168, и вам нравится на ней играть в обычных боях, обязательно тоже об этом напишите в комментариях, потому что ребятам, которые хотят принимать взвешенное решение, ваше мнение будет однозначно ценно. Это было мое скромное субъективное мнение по поводу нового наборчика, ну и информация для тех, кто, возможно, войдет в игру позже, чем посмотрит мой видосик. Если вы за честность обзоров, если вы за честное мнение по поводу танков и товаров в магазине, подписывайтесь на мой канал, свою честность я вам гарантирую, ну а вам буду благодарен за поддержку моего канала, в том числе финансовую, если можете, бросайте через ссылочку для доната, либо можете бросать подарочки через магазин, буду вам безумно признателен и благодарен. На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.